Дорогие друзья, с вами Яна Федорова. И в этом видео я хочу вам показать, что у меня получилось с моими листочками глоксини. Вот они у меня. Я их укореняла в этом контейнере во мхе сфагнуме. Это такой мох, который растет в лесу. Он обладает бактерицидными свойствами. Вот он здесь живой у меня. И здесь я в этом мхе укоренила вот эти листочки глоксини. Они прекрасно прижились. И сегодня я хочу достать их, посмотреть какие там корешки. И вот покажу вам. И пересаживать буду их. Так, сейчас я их аккуратненько достану. Прямо руками, наверное. Потому что этот мох очень мягкий, рыхлый. Вот так вот. Даже можно все сразу, наверное. Так, со дна их немножко. Вот. Вот. Две сразу. Так. Сюда. Ну и эти вместе все. Они там корешочками сплелись уже. И сейчас я их разделю. Так. Ну-ка. Что тут у нас? Ну вот. Замечательно. Хорошие корешки. Так. Их вот так вот разделить. Вот они там. Прекрасно укоренились. Вон у них какие длинные корни. Обалдеть. Это всего лишь месяц прошел. И у них уже вот такая корневая система огромная. Прекрасно. Замечательно. Ну, если мох свободно как-то обирается, можно часть его убрать. А если уже сильно заплетенное с корешками вместе он сплелся, можно не убирать, а прямо вместе с этим мхом и посадить. Ну, так, пожалуй, я не буду сильно обдирать. Он этот мох нисколько не повредит ей. Вот так прямо его и посажу. И остальные сейчас посмотрим. Так. Здесь разные у меня сорта. Я не подписывала сорта. Просто показать вам принцип, что вот так вот можно укоренять совершенно без земли. В амхеосфагнуме он обладает бактерицидными свойствами. Видите, как хорошо получается укоренение. Вот растение, которое сложно укоренять, хорошо укоренять в амхеосфагнуме или в почве с добавлением его. Вот этот тоже так вот оставлю. Так. Этот тоже сильно оплел. Большие куски я уберу, а мелкие уже не буду. Если немножко обдерутся корешки, это ничего страшного. Корневая система здесь хорошая, и глоксиня от этого не пострадает. Вот так вот оставлю. Клубенька еще нет, но корни вполне прекрасные получились. Так. Мох сфагнумом я брала. Вот этот вот мох у меня из магазина. Он продается сухой, засушенный, но он живой. Живой, но просто засушенный. Когда я его размачиваю, что он оживает, и немножечко растет. Он за месяц... Он медленно растет, но вот видно, что за месяц он так кое-где зазеленел даже. Он очень медленно растет. Вот так это у нас четвертый. И вот следующий, последний. Все прекрасно. Все пять, вот тестовые эти листики, все пять прекрасно прижились. В принципе, можно вообще не обирать этот мох с корня. Можно прямо вместе с большим куском мха сажать. Но я просто хочу использовать вот этот мох еще раз, поэтому я немножко его обобрала. Теперь я сейчас их посажу вот так вот. Я немножко не досыпала земли, чтобы просто удобно было их сюда поместить. Так, поближу. Не очень глубоко, просто на сантиметр-полтора заглубляю. Как и обычно сажаю я, только вот вместе с омхом. Так, и полить сверху. Стаканчики эти я дренаж не делаю, эти отверстия не делаю. Все у меня получается и так прекрасно. Ну, если вы не уверены, что сможете растить без отверстий, без дренажа, то делайте. Как кто умеет, кому как удобно, так и надо делать. Ну, я вот так приспособилась. Сначала, конечно, делала там эти отверстия, а потом поняла, что мне это неудобно и не нужно. Я без отверстий на дне выращиваю все свои цветы. Ну, редко какие у меня есть горшочки, но и то для фитильного полива. Так. Ну, и вот так все пять глоксиньевиков у меня готовы. И теперь, как обычно, так как они стояли у меня в тепличке, их надо поместить в полу-тепличные условия. Так. Можно, например, так, пока в сторонку сделать вот так. Смотря, что есть под руками. Вот так вот. Не совсем закрыть, а вот немножечко такое окошко открыть. И так они должны три дня стоять. А потом этот пакет убирается. За эти три дня они привыкнут к сухому воздуху квартиры и адаптируются. Потом, когда вот так через три дня пакет снимете, они будут хорошо воспринимать это. Либо вот так, не закрывая, вот просто в глипер поставить. И не совсем закрывая, просто наполовинку, чтобы вот так был доступ слегка. Ну, вот. Еще один вариант. Можно так оставить. Тоже на три дня. А потом убрать вот этот пакет. И эти остальные я также в пакет поставлю. Все так они будут стоять и наращивать клубенек. Потом они дают деточку, росток прорастает. Вот все спрашивают, сколько времени проходит, когда листочек даст деточку. Ну, это по-разному. Самое меньшее у меня было полтора месяца. От того момента, когда я посадила листок в землю, просто без корней, начала укоренять. Полтора месяца прошло. Это самое меньшее. И самое большее, наверное, около года. По-разному они. Вот каждый листочек прям по-разному. Не то, что даже каждый сорт, но и каждый листок по-разному себя ведет. Но в среднем могу сказать, что где-то 6-7 месяцев, прежде чем начнет прорастать. Вот так вот я их сейчас оставлю. Вот он остался у меня. Он еще вполне годится. И дальше, чтобы с ним работать, продолжать укоренять. Я снова использую, опять же, в эту тарочку. Все сложу и снова в нем укореню. И так можно укоренять несколько раз, пока мох не иссякнет. Можно добавлять туда свежего моха, немножко мхавени. Немножко. Вот. Он очень хорошо в нем укоренять. Покажу вам, как я эти укоренила. Так, вот так разложила. Он уже мокрый. Мне не надо его размачивать. Он уже хорошо, прям месяц держал влагу. Даже нисколько влага не исчезла. Так и оставлю. Так, вот взяла я такую глоксинюю листочки. Вот так вот я отрезаю. Не длинная у них ножка. Так. Тут еще покрупнее. Я не делаю длинную ножку вот так, прям под самый листочек почти. Потому что так получается глубинек покрупнее и быстрее. Так, какой бы тут еще листик взять? Ну, вот этот, наверное. В принципе, хватит и четырех просто показать вам, как эта процедура делается. Кто не видел. Вот так вот помещаю туда. Ну, как бы как и в землю просто, как бы закапываю. Если можно так сказать, прищипываю, как бы, в мхе. Вот так. Просто произвольно. Никакого порядка здесь совершенно не принципиально. Лишь бы они друг друга не загораживали от света, не затеняли. Они достаточно устойчиво держатся в мхе. Вот, все прекрасно. Замечательно. Самое главное свойство этого мха сфагнума, что он обладает бактерицидными свойствами. И рыхлый, и очень гидроскопичный. Прям замечательно в нем любые укоренения проводить. Так, а теперь надо обязательно опять снова в эту тепличку пакет просто поставлю. Так, где там. Вот так вот. Никакой сложности. И все. Вот так вот он должен стоять на ярком свету. Все, замечательно все будет происходить у нас. Тут укоренятся новые партии. Кому понравилось, дорогие друзья, как обычно, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.